МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ВГФС. Расследование трагедий. Во Львовской области ищут причины взрыва на шахте Степная. Кремлевская метка. Генпрокурора США обвиняют в связях с Россией. Звездный, но незавидный день Романа Насирова. Еще вчера малоизвестный чиновник сегодня в топе скандальных новостей. Вся страна следит за обвинениями в его адрес и состоянием его здоровья. А информация о нем поступает довольно противоречивая. То Насиров в тяжелейшем состоянии, то он под наркозом на операционном столе, то вдруг объявляется годным к транспортировке. Последние новости о его местопребывании узнаем от моего коллеги Александра Васильченко. Он с нами на связи. Саша, я тебя приветствую. Что можешь сообщить? Добрый вечер, Алексей. Роман Насиров сегодня целый день находится в реанимационном отделении Феофании. По словам адвоката, у него случился инфаркт, после чего врачи сделали ему сложную операцию на сердце. Вот уже несколько часов Насиров не приходит в сознание и находится в медикаментозном сне. В палате присутствуют его родственники, адвокаты, и они практически ничего не комментируют. Но нам удалось все-таки побеседовать с одним адвокатом, и вот, собственно, как он комментирует эту ситуацию с Насировым. Давайте послушаем. Входится в палате интенсивной терапии. Он плохо себя почувает. До него обмежен доступ. Конечно, и никто не хочет совершить какие-то перешкоды следствия. Целый день возле третьего корпуса, где, собственно, находится Насиров, дежурят сотрудники НАБУ. Возле палаты тоже выставлена охрана, и, собственно, несколько детективов целый день продолжают проводить следственные действия. Во второй половине дня здесь появился военный прокурор Анатолий Матиус. Но вот цель своего визита в реанимацию он не объяснил. О том, что Матиус приходил именно к Насирову, подтвердил нардеп Андрей Журжий. Но вот цель визита так и осталась неизвестна. Также Журжий заявил, что Насиров находится в сознании, а медики выдали заключение. У экс-главы фискальной службы инфаркта не было. Транспортировать Насирова могут в БСП, так как там есть палата, где можно осуществлять охрану задержанных, или в больницу при СИЗО. Ранее к третьему корпусу подъехали ренемобиль и скорая. И, собственно, этими автомобилями и должны были транспортировать Насирова, но спустя некоторое время они уехали, никого не забрав. Нет возле отделения и автозака. Сейчас экс-глава фискальной службы находится в статусе подозреваемого. У НАБУ есть 72 часа, чтобы добиться меры пресечения в виде содержания под стражей. И, собственно, в специализированной антикоррупционной прокуратуре уже заявили, дело не затягивает, поэтому судебное заседание может начаться уже сегодня. Мы остаемся здесь, чтобы следить за развитием событий. И когда появится что-то новое, мы обязательно будем сообщать. Алексей. Спасибо, Саша. Александр Васильев из больницы Феофания, где находится пока, находится обвиняемый в коррупции Роман Насиров. И вот как только что сказал мой коллега, место дислокации Насирова могут сменить и перевести в другую больницу скорой помощи. Ирина Баглай проверяла, готовится ли там к приему такого непростого пациента. Она с нами на связи. Ира, что тебе удалось узнать? Алексей, ну хочу подтвердить слова своего коллеги. Действительно, по нашей информации, Романа Насирова планировали перевести в больницу скорой помощи на левом берегу столицы для дальнейшей госпитализации. Но на данный момент, как мы узнали, бывшего главу фискальной службы не привезли. И почему БСП, хотелось бы объяснить. Здесь находится так называемая ВИП-палата. Отдельно она оборудована специальными техническими средствами. И пациент находится под постоянным видеонаблюдением. А Роман Насиров на данный момент в статусе задержанного. В этой палате скорой помощи в свое время лежали нынешний генеральный прокурор. А в 2012 году осужденный во время президентства Януковича Юрий Луценко. Также радикал Игорь Масийчук. И из последних задержанных мажор 22-летний Станислав Толсташеев. Сын бизнесмена, который вылетел на своем Мерседесе на пешеходную территорию. И сбил насмерть пожилую женщину. Что же касается потенциального нового пациента этой палаты Насирова. Как только появится информация о его перемещении и госпитализации здесь, мы сообщим вам. На данный момент больница работает в стандартном режиме. Алексей. Ну что ж, будем ждать, Ира, новостей. Очень уж интересно наблюдать за этим детективом. Спасибо за работу. Но я хочу напомнить, что сам детектив с Насировым начался вчера, ближе к ночи. Главное место действия – больница Феофания. События там разворачивались динамично и очень бурно. Вот посмотрите, как все было. Вечер – больница Феофания. За этим забором спецназ НАБУ и антикоррупционная прокуратура пытаются вручить подозрения и задержать главу фискальной службы Романа Насирова. Журналистов на территорию не пускают. Ну, надо дозволить. Разрешение, видимо, нужно и правоохранителям. На территорию-то они попали, но зайти в отделение, где лежит Насиров, не могут. Вахтер не пускает. Пока ждут, к журналистам выходит прокурор. Говорит, Насиров проходит по так называемому газовому делу Онищенко. Насиров подозривается в действительности умственных действий в интересах Александра Онищенко, что выразилось в принятии решений, безподставленных решений, про рассрочение рентной платы за добивание корисных копалин, в результате чего стало ненадходление до бюджета 2 миллиардов гривен. Почти два часа правоохранители ждали у отделения. Вместе с ними и адвокаты. Их приехало около десятка. Но кто будет представлять интересы Насирова именно в этом деле, не знают. Также не могут с ним пообщаться. Около 11 ночи детективы и спецназ НАБУ все же заходят внутрь. Но опять преграда. Путь в палату закрыт. На этот раз у входа врачи. Я в логике, что в логике, что в логике, что в логике, что в логике. Вы причиняете сломокерных причинений. Я сломокерных причинений. Пожалуйста, не причиняйте укор. Я начиню на кресту и на дверях. В итоге спецназ и детективы прорвались в палату к Насирову и зачитали ему подозрения. Адвокаты уверяют глава. ГФС в этот момент был без сознания. Неможливо поведомить особе про подозру, которая не есть контактной. Ему зачитывали, когда он был непротомлен. И это, естественно, незаконно. Належно вручение. Сколько особа должна поставить подпис? Позже адвокаты выкладывают видео вручение подозрения. Был или не был в сознании. В прокуратуре обещают выяснить и проверить. А вот нардеп, который приехал в отделение больницы, уверен, Насиров болезнь симулировал. Я поднимался на верт и было слышно, как лекарства с ним разговаривали. Насколько мне известно, следователь, когда застил в палату, он закрывает очки, и делает вылез, и он непритомлен. Это стандартная схема защиты. Так или нет, опять же, будут проверять в НАБУ и прокуратуре. И примерно около часа ночи Насирова перевозят из одного отделения в другое реанимационное. Говорят, состояние здоровья ухудшилось. Что интересно, попал Насиров в больницу в тот же день, когда НАБУ проводила обыски у него дома и в офисе. По данным адвокатов, с гипертоническим кризом. Они уверяют, не было необходимости задерживать его ночью. В САП убеждает в обратном. Подстава для затримания, которая была назначена в протоколе затримания, она даёт подставу для затримания, исключительно в том разе, если у органов досудового расследования есть подставы, визначенные подставы, считать, что человек подозреваемый может скоять втечу. Если человек находится в стационаре, каким образом она может это сделать, невозможно. Была оперативная информация о том, что он мог не втекти, а покинуть межи Украины. Я бы не повязывался сейчас 100% с пробой втече от следствия. Можливо, это могло быть повязано с его днём народжения. Поэтому это всё будет остановиться в суде под час выбирания забежного захода. Кстати, день рождения у Насирова сегодня. Ему 38 лет. И его уже успели поздравить нардепы из БПП в своём чате. Желают здоровья и справедливого расследования. Меру пресечения, скорее всего, будут выбирать Насирову завтра. Прокуратура станет требовать ареста. Об этом уже сегодня рассказал глава САП Назар Холодницкий. Его коллега, глава НАБУ Артём Сытник, тоже пообщался с журналистами. И заверил, вахтёр, который никого не хотел пускать в отделение, следователям не мешал. Мы пытались не засосовывать силу. Как такой противодействие, как сейчас, снова же, читаю, вахтёр, зупинил всё сильное НАБУ. Смешно читать, потому что действительно была дана указка не засосовывать силу без наявления для этого подставок. Подставок не было. В соответствии были переведены разъяснения медперсонала. Напомню, это не первый скандал с Насировым. Вот недавно был конфликт с министром финансов Данилюком. Тот попросил на ПК проверить, за чей счёт глава ГФС летал на инаугурацию американского президента. Конфликт у Насирова был и с уже бывшим руководителем Одесской таможни Юлией Марушевской. Она рассказывала о таможенных схемах, которые якобы контролировал через своих людей сам Насиров. Был и офшорный скандал. В расследовании принимают участие и латвийские правоохранители. Они подозревают, что фискалы и таможенники оформляли товары по заниженной стоимости путём подделки документов, за что через офшоры получали вознаграждение. А ещё в ГФС загадочным образом пропало 3 терабайта данных ведомства о налогах, НДС и нарушениях налогового законодательства. Анна Каменева, Александр Васильченко, Алексей Кучеренко, Сергей Ерёменко. Подробности телеканал Интер. Ну и хотелось бы отделить дело от скандала. В чём же обвиняют главу ГФС Романа Насирова? На своей странице в фейсбуке НАБУ обнародовала схему, как именно фискальная служба участвовала в хищении средств при добыче и продаже газа по договорам совместной деятельности с Укргаздобычей. По мнению следствия, Насиров принимал неправомерное решение о рассрочке налоговых долгов по ренте за пользование недрами предприятиям, имеющим отношение к экснардепу Александру Онищенко. Вместо того, чтобы отказать им в реструктуризации долга, он оформлял её задним числом. При этом Укргаздобычей и Госслужбе геологии сообщал, что задолженности у упомянутых компаний нет. Поэтому первые не разорвали, со вторыми ни договора о совместной деятельности, как того требует закон, ни спецразрешения на пользование недрами. Не применял глава ГФС к фирмам Онищенко и штрафные санкции. Таким образом, государству был нанесён ущерб на 2 миллиарда гривен. В рассрочке засовывалось незаконно, потому что предприятия вообще не платили. И после того, как принималось решение о рассрочке, она принималась при умове, что будет хоть часть сплаченных платежей. Платежи не сплачивались и снова принималось решение о рассрочке. В некоторых случаях, клопотание объекта господарения ещё не доходило, а решение о рассрочке уже принималось. Здесь, конечно, главный вопрос, закончится ли всё это судом. За последние годы мы услышали и увидели немало обвинений, которые не дошли до Фемиды. Напомню, пожалуй, одно из самых громких и ярких задержаний. Это было задержание главы тогдашней госслужбы по чрезвычайным ситуациям Сергея Бачковского. На него, помните, прямо во время заседания Кабмина, после заявления главы МВД Авакова, надели наручники. Подозревали в организации закупок топлива для спасателей по завышенным ценам. Случилось это 25 марта 2015 года, но вот уже 1 апреля за Бачковского вносят залог 1 200 000 гривен и вскоре отпускают на свободу. Позже открывают дело в отношении обвинителей Бачковского. Ещё одна неожиданность. В январе 2016 года Печерский райсуд обязал восстановить Бачковского на работе, поскольку срок отстранения от должности истёк, а новый запрос прокуратура не подала. Суды по этому делу продолжаются до сих пор. Ну и не на сировом единым. Сегодня на слуху ещё два громких коррупционных дела. Так, управляющему делами Национальной академии наук Украины сообщили о подозрении в злоупотреблениях на сумму 22 миллиона гривен. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева. Кандидату медицинских наук Михаилу Сидоренко инкриминируют злоупотребление властью и служебным положением. В 2014 году, превысив свои полномочия, он якобы подписал соглашение о передаче доли недвижимости, построенной на земельном участке Нан-Украины. Сделал это без всяких оснований, изменив условия иска. В суд направлено ходатайство об отстранении чиновника от занимаемой должности. Горе управляющего могут лишить свободы на срок от 5 до 8 лет. И сегодня же Печерский райсуд избирал меру пресечения экс-руководителю госуправления делами Игорю Тарасюку, который возглавлял это ведомство при президенте Ющенко. Заседание проходило в закрытом режиме. Председательствующая судья Татьяна Остапчук отказалась спустить журналистов. Тарасюк на заседании присутствовал вместе с адвокатами. По словам прокурора ГПУ Станислава Тарапчина, обвинение просит суд взять экс-главу ГУД под арест на 2 месяца. Подозрения Тарасюку передали накануне. Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что во время обыска в доме подозреваемого были изъяты документы, миллион евро наличности, золото, другие ценные вещи. Однако иск ГПУ судья не удовлетворила. Назначила Тарасюку залог 6,5 миллионов гривен. Также он должен сдать загранпаспорт, носить электронные браслеты, сообщать прокуратуру об изменении места жительства. А гроши у вас есть? Друзья поможете? У меня есть 5 дней. Мы не узнаем, что будет это делать. Об обысках заявила и бывшая глава Одесской таможни Юлия Марушевская. Пару часов назад экс-чиновница написала на своей странице в Фейсбуке, что в ее квартиру пытаются попасть сотрудники СБУ и ГПУ. При этом Марушевская сообщила, что дома ее нет, она находится за границей. Действие силовиков назвала давлением со стороны властей и ответом на задержание главы ГФС Насирова. Тут же на такое заявление отреагировали в ГПУ. Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган также в Фейсбуке написала, что никаких обысков в доме Марушевской не проводят. Хотя следствие по поводу действий чиновников Одесской таможни в период с ноября 15 до ноября 16 года все же идет. Речь идет об ущербе государству почти на 7 миллионов гривен. Кабинет министров уже нашел временную замену подозреваемому в растрате госсредств в главе фискальной службы Насирову и создал две комиссии по следам трагедии на шахте Степная в Львовской области. О чем еще говорили на внеочередном заседании правительства, слышала Ирина Романова. На ночные попытки НАБУ вручить главе фискальной службы Роману Насирову подозрение правительство отреагировало оперативно, собравшись в полдень на внеочередное заседание. Я считаю, что мы должны отстранить на час ведения следствия Романа Насирова от выполнения обоевских главы ДФС. Пропоную на час проведения следствия покласти выполнение обоевских главы ДФС на пардон Мирослава. Заменив Насирова его замом, министры перешли к другому, не менее актуальному вопросу вчерашней трагедии на шахте Степная во Львовской области. Почтили память погибших шахтеров минутой молчания. И создали две комиссии. Одну для расследования причин трагедии, вердикты от нее ждут через месяц, вторую для проверки соблюдения правил безопасности на других шахтах Украины. Переверять в такие же самые факты на других шахтах государственных предприятий. И унеможливить саме створение таких технологийных ситуаций. Мы детально визначим, что нужно сделать, чтобы безопасность на шахтах была подвищена. Попередние фаховцы Министерства говорят, что нужно дополнительно 200 миллионов. И мы найдем этот ресурс. Все из-за того, объясняет профильный министр Игорь Насальник, что большинство шахт в Украине старое, в эксплуатации от 30 до 70 лет. Но денег на модернизацию, как и на средства индивидуальной защиты, постоянно не хватает. Степной, например, впервые выделили деньги лишь месяц назад. Для семей погибших и пострадавших во время вчерашнего взрыва шахтеров деньги Кабмин нашел. Пропонуем выделить Львовскую облдержадминистрацию из резервного фонда державного бюджета кошты в размере 5,05 миллионов гривен для надания финансовой допомоги. Для людей, которые постраждали по 75 тысяч гривен. И для семей, где, на жаль, загибли, по 500 тысяч гривен. А самых тяжелых, если понадобится, пообещали перевезти в столичные больницы. Уже и самолет санитарный для этого подготовили. Ирина Романова, Иван Ермаков. Подробности Телеканал Интер. А уже совсем скоро мы с вами услышим ответы на многие очень острые и важные для нас с вами вопросы. Гость Черного Зеркала сегодня глава правительства Владимир Гройсман. 9.00. Ровно в суде Черного Зеркала. Не пропустите. Думаю, будет очень интересно. Сегодня в Украине день траура по погибшим шахтерам. Напомню, вчера в результате взрыва на шахте Степна этого Львовской области погибли 8 горняков. Еще 21 получили травмы. На самой шахте продолжают выяснять причины произошедшего. С последними новостями из Львовской области. С нами на связи моя коллега Галина Якушко. Галина, приветствую. Мы тебя слушаем. Государственные флаги приспущены не только на госучреждениях. На всех работающих шахтах Львовского-Лынского угольного бассейна люди собираются, чтобы почтить память горняков минутой молчания. В вестибюле шахты Степная – стенд с фотографиями. Их 8. Вчера была их последняя смена. Самому молодому, 19 лет, шахтеры смотрят на фотографии товарищей и шепотом обсуждают случившееся. Такого количества жертв на шахтах в Западной Украине еще не было. Степная – самая молодая из здешних и самая крупная в Европе, говорят в Шахтерском профсоюзе. Вот только с финансированием беда работники не раз выходили на акции, требуя выплатить зарплату. До сих пор они не получили денег за январь. О том, где находятся пострадавшие от взрыва шахтеры и в каком они состоянии, расскажет моя коллега Инна Белецкая. Андрей Олейник вчера потерял напарника. Он мог не спускаться в шахту. По традиции, в день рождения горнякам это разрешают, если показать начальнику паспорт. Но паспорт Андрей забыл. Потом был взрыв. Олейник оказался в 30 метрах от эпицентра. Мой напарник был 5 метров ближе. Он не выезжал. В ожоговом отделении 8-й городской больницы Львова 20 шахтеров тяжелых нет. Как и почему произошла трагедия? Главная версия – внезапный выход метана. О нем говорят все работники профильного министерства и дирекция шахты и профсоюза. Вот только можно ли было этого избежать? И не было ли сопутствующих причин? Предпочитают отмалчиваться. Финансование сегодня, если брать охрану в працу, с дешевого бюджета у нас в 16-м году, финансование почти нулево было. Что могло заповестить? Тут тяжко сказать. Давайте мы не будем напарить ничего такого думать, выгадывать. Старое обладание. Финансование на обладание ноль. Абсолютно. Кобеля старый. Кобеля изоляции по сходу. Я так думаю, что десь у нас чуть-чуть корот новый и все, и встался, и спал. Сегодня под землю спускаются только горноспасатели. Эксперты пока не могут. На участок, где произошла трагедия, все еще прибывает вода. Еще одну, пусть не прямую, а косвенную причину произошедшего озвучивает глава Львовской облгосадминистрации. Так же будет рассмотреться одна из версий работы по увеличению облгосадминистрации и разработке новой лавы, которая велася в стволе шахты Степова. Я не могу делать выяснения про прямую зависимость блокады и аварии, но то, что мы обязаны на Львову-Гилле наращивать облгосадминистрации, чтобы обеспечить энергетическую безопасность Украины, это очевидно. Замминистра парирует, в связи никакой. Вчера, мол, уголь вообще не добывали. По этому коридору шахтеры идут в забой. Стройные ряды полок с респираторами и самоспасателями – это средства индивидуальной защиты. Их срок годности истекает через два месяца. Самолетовник это есть, то есть взрываете, откидаете крышку, есть такая-то, вдеваете его за щеку, вдеваете это и дыхаете. То вы видите, вот это носите с собой. Мы говорили с Гройсманом, что Гройсман должен выделить 200 миллионов на закупивание этих респираторов. Правительство уже пообещало, что выделит 200 миллионов на средства индивидуальной защиты шахтеров и, наконец-то, выплатит январские зарплаты. Инна Белецкая, Николай Василюк, подробности, телеканал «Интер», Львовская область. Железнодорожная блокада на Донбассе продолжается. Среди радикалов по-прежнему распространяются слухи, что их собираются разогнать силой. Больше расскажет наш корреспондент Олег Решетняк, он с нами на прямой связи из Донецкой области. Олег, приветствую, что сегодня происходило на блокпостах участников блокады. Добрый вечер, Алексей. Блокада продолжается. На всех редутах сегодня более-менее спокойно, новых столкновений не было. Правда, среди самих блокадников действительно активно ходят слухи о том, что возможен силовой разгон, а столкновения, происходившие ранее, это сами радикалы называют провокациями правоохранителей. На третьем редуте на днях была попытка тетушек завозят. Ну, менты завозят же сами. Господи, все это знают, что это заявление тетушки. Нам вчера информацию скидывали, часть нас в гвардии поднимали по тревоге и разгонять нас. Вроде бы вчера выехала, была такая информация, но не приехали. Сегодня мы побывали на самом дальнем блокпосте, так называемом редуте Богдан. Это село Горское, это Луганское направление. Там же установлен один из четырех автомобильных блокпостов. Но, как говорят блокадники, его пришлось свернуть из-за обстрелов. И теперь здесь перекрыть только железнодорожный путь. Рядом возле нас примерно, ну, тут, я не знаю, 200-300 метров редут стоял автомобильный редут по блокированию дороги. Ну, был обстрел. Просто сняли, чтобы не подбирать жизни тех, кто блокирует опасности. А вот из оккупации новостей поступает значительно больше. Сегодня ночью так называемый Совет Министров ДНР обнародовал список украинских предприятий, на которых появилась так называемая Временная Администрация. Кроме больших заводов и финучреждений, в перечень вошел и стадион Донбасс-Арена. Более того, на оккупированной части Донбасса прекратили работу мобильные операторы «Лайфцелл» и «Тримоп». Среди населения панические слухи, что в ближайшее время отключат и «Водофон» последнего украинского оператора, обеспечивающего работу на неподконтрольных территориях. В самой же компании нас заверили, если отключение связи и произойдет, то не по их вине. При этом, как рассказал представитель мобильного оператора, своего офиса в оккупированном регионе у них нет, и обслуживать вышки связи попросту некому. Они функционируют в автономном режиме. Вот, кстати, хотел сказать, сегодня министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Вадим Черныш заявил, что собственники украинских предприятий, на которых боевики вели так называемое «своё управление», могут обращаться в суды с исками против России. При этом чиновник сослался на опыт Приднестровского и Карабахского конфликтов. Цитирую, там масса выигранных дел, в которых используется термин «эффективный контроль». Ну вот, также Черныш отметил, что все контакты украинской стороны с предприятиями, захваченными боевиками, будут прекращены, ведь они сейчас находятся вне правового поля Украины. Алексей, это, пожалуй, все новости на сегодня из Донбасса. Мы продолжаем следить за блокадой и её последствиями. Студия. Ну, последствия этой блокады вопрос очень сложный, конечно. Спасибо тебе, Олег, за работу. О последствиях блокады на Донбассе для всех украинцев, что она может изменить, мы поговорим сегодня обязательно в эфире «Чёрного зеркала». Будем узнавать у премьер-министра Владимира Гройсмана, который обязательно будет гостем нашей программы, о том, к чему, возможно, стоит уже готовиться нам с вами из-за затянувшейся блокады железнодорожных путей на Востоке. О блокадниках, об участниках блокады говорил сегодня и глава государства. Президент находился с рабочим визитом в Харькове. Что делал, какие вопросы поднимал Пётр Порошенко, знает Светлана Шекера. Рабочие Харьковского тракторного завода ждут президента в сборочном цеху. Люди признаются, соскучились по работе. Ведь почти год завод не работал. И только месяц назад, после смены собственника, с конвейера сошла первая сельхозтехника. Работаем во всю мощь. Соскучились на самом деле. Мы пережили столько. Поэтому работа для нас – это всё. Норма – собрать каждый день по 7 тракторов. Комплектующие на 80% украинские. Только двигатели импортные. Продавать, говорят, есть кому. Уже большая очередь. Завод же почти год не работал. Заказчики – это 500 тракторов Украина. Остальное нужно продавать за границу. Узбекистан, Казахстан, Таджикистан. Президент Украины машиностроителей обещал поддержать. Аграриям, которые будут покупать украинские трактора, государство компенсирует 20% от стоимости техники. Также Порошенко пообещал обеспечить условия для роста украинской экономики в целом. То есть, очень хочет расхитать лодку. Кому же очень хочется с прапорами походить по проспектах, выкрикивая «Геть». Почему? Потому что работать не умеют. Ничего, даже собачьи будки в жизни не сбудували. И закликают до дестабилизации в державе. Мы не дозволим это делать. Не обошел стороной Порошенко и недавнее задержание главы фискальной службы Романа Насирова. Глава государства заявил, НАБУ – орган независимый, а перед законом все равны. Поэтому у правоохранителя есть все рычаги, чтобы довести дело до логического конца. Между прочим, борьба с коррупцией – одно из главных условий сотрудничества с международными партнерами. И на этом поприще есть хорошие новости. Мы завершаем процесс ратификации угодов по ассоциации с Европейским Союзом. Вчера Рада ЕС открыла зеленое светло на последний завершенный этап безвизового режима. И мы ждем ближайшего часа голосования в Европарламенте, который поддерживает наши европейские прагнения. Германия поддерживает Украину и готова выделить средства на социальное и экономическое развитие страны. Но европейцы хотят быть уверены, что деньги не осядут в карманах чиновников. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. Он находится в Киеве с официальным визитом и сегодня встретился с руководителями парламентских фракций. Габриэль призвал депутатов к проведению реформ и борьбе с коррупцией. И подчеркнул, рост экономики и благополучия людей – вот что главное для защиты от агрессии извне. Самое мощное оружие демократии – не военные силы, а демонстрация того, что при демократии живется лучше, чем без нее. Когда у детей есть будущее, у пенсионеров обеспеченная жизнь, в стране налажена инфраструктура, то у агрессоров становится все меньше шансов вмешаться во внутренние дела страны. А власти Турции советуют немцам научиться себя вести. Те же, в свою очередь, дискутируют о бойкоте турецких курортов. Дипломатический скандал между Берлином и Анкарой продолжает набирать обороты. Причина – запрет на выступление в Германии турецких министров. Напомню, чиновники планировали агитировать турок, проживающих в Германии, поддержать конституционные изменения президента Эрдогана. Все подробности у Татьяны Лагуновой. Из ратуши немецкого города Гагенау сегодня в срочном порядке эвакуировали всех сотрудников. Днем в мэрию позвонил неизвестный и сообщил, в здании заложена бомба. Взрывное устройство полиция не нашла, звонившего анонима пока тоже. Но власти города догадываются, кто и почему мог это сделать. Мы предполагаем, что это происшествие связано со вчерашними событиями, с запретом выступления министра юстиции Турции. Чиновник собирался рассказать местное турецкое общение о реформе конституции, которую планирует президент Эрдоган. Но власти города решили ему отказать. Официальная причина – соображение безопасности. Неофициальное нарушение в Турции прав человека. И арест немецкого журналиста, который писал критические статьи в адрес Эрдогана. Приехать в Германию с агитацией планировал не только министр юстиции Турции, но и его коллега из экономического ведомства. Ему тоже отказали власти Кёльна. Но если министр юстиции, получив от ворот-поворот, свой визит отменил, то министр экономики уже заявил, ему запреты нипочем. Дескать, он все равно приедет и выступит. Причем уже в эти выходные. Чтобы передать свое возмущение Берлину, в турецкий МИД вызвали немецкого посла. Выступил и лично министр иностранных дел Турции. Совсем не дипломатичным заявлением. Если вы хотите поддерживать с нами отношения, то должны научиться себя вести. Такими методами вопросы не решают. Если будет необходимо, мы ответим соответствующе. Это наше послание Германии. Каким может быть ответ Анкары, догадаться несложно. Но эксперты считают, министр намекал на отмену миграционной сделки между Турцией и ЕС, которая позволила в несколько раз уменьшить поток беженцев в Европу. Но поддаваться на шантаж Берлин не собирается. Более того, немцы придумали, чем пригрозить в ответ. В СМИ уже звучат призывы бойкотировать Турцию туристическую. То есть не ездить, отдыхать на турецкие курорты этим летом. Татьяна Лугунова, Вячеслав Пролов. Подробности немецкое. А вот как будут дальше развиваться отношения между Германией и Соединенными Штатами, об этом можно будет судить по итогам встречи Ангелы Меркель и Дональда Трампа. Планируется, что канцлер Германии и президент США встретятся 14 марта. Об этом сообщил представитель правительства ФРГ Штефен Зайберт. О чем будут говорить лидеры? Пока не разглашают. Будет это их первая личная встреча. Ранее общались только по телефону. Тем временем команда Трампа оказалась под ударом. К советнику президента по нацбезопасности, который ушел в отставку из-за контактов с российским послом, могут добавиться и другие чиновники. Кто они и чем этот громкий скандал грозит самому президенту? Дмитрий Анопченко выяснял все подробности в Вашингтоне. Когда ключевой человек в окружении Трампа, советник по национальной безопасности, Майкл Флинн, не так давно ушел в отставку, в окружении нового президента решили, что скандал удалось замять. Мол, пожертвовали одной фигурой и продолжения уже не будет. Но сейчас выясняется, что аппетит у противников Трампа только разыгрался. Теперь демократы в Конгрессе хотят отставки генерального прокурора страны, Джеффа Сэшнса. И даже потребовали от ФБР начать против него расследование. Повод тот же, что и в истории с Флинном. Мол, в ходе этой гонки, еще в бытность с сенатором, он дважды разговаривал с российским послом. Проблема не только в самих встречах, но и в том, что сам Сэшнс их отрицал. Перед его утверждением в должности во время слушаний в Сенате сказал сенаторам, что не знает о каких-либо контактах с Москвой и сам не имел общения с русскими. Поскольку показания в Конгрессе дают под присягой, то демократы генерального прокурора страны теперь чуть ли не в уголовном преступлении, в лжесвидетельствовании обвиняют. Его портрет сегодня на обложках всех газет, но пресса выяснила и другие шокирующие подробности. Оказывается, с тем же злополучным российским дипломатом. Общались и другие члены команды Трампа. USA Today разнюхала, что с тем же российским послом общались два советника избирательного штаба Трампа. Джеффри Гордон и Картер Пейдж. Мол, им организовали встречу на съезде республиканской партии в Кливленде. Неофициально, в кулуарах. New York Times нанесла еще один удар, написав, что с этим же злополучным российским дипломатом. Два месяца назад в Трамп Тауэр в Нью-Йорке разговаривал и зять нынешнего президента. Очень близкий к нему человек Джаред Кушнер. Расчет прост. Демократы пытаются начать масштабное расследование связей команды Трампа с Россией. С расчетом нарыть что-то лично на самого президента. А для этого им нужно вывести из игры генерального прокурора страны. Как минимум отстранить его от будущего расследования. Это уже произошло. Он взял самоотвод, ну а как максимум лишить его кресло. Поэтому Джефф Сэшн и стал новой целью. Дональд Трамп это отлично понимает. И как поговаривают в Вашингтоне, не сдаст его так легко, как сдал советника по национальной безопасности. Просто из чувства самосохранения. Поскольку на Капитолийских холмах поговаривают, что вся эта игра организована с одной единственной целью. Собрать материалы для возможного импичмента. Из Соединенных Штатов. Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль. Американское бюро телеканала Интер. Несмотря на череду скандалов, Соединенные Штаты не забывают об Украине. 150 миллионов долларов на военные нужды Киеву предлагает выделить Конгресс США. Такую сумму заложили в проект оборонного бюджета страны. Впрочем, если деньги выделят, их по-прежнему нельзя будет использовать для поставок переносных зенитно-ракетных комплексов. Но средства могут потратить на военное оборудование, летальное оружие и на подготовку кадров. На востоке страны очередные потери. За прошедшие сутки погиб еще один наш боец. 22 украинских солдата ранены. От рассвета и до позднего вечера продолжаются вражеские обстрелы под Авдеевкой. В направлении города только за минувшие сутки боевики выпустили более 200 мин и 80 танковых снарядов. С прифронтового города. Репортаж Геннадия Вивденко. В этой цистерне 8 тонн воды. Разливают всем без ограничений. Привезла воду из источника международная организация. Вот видите, какая очередь выстроилась с утра. Во время раздачи воды раздается громкий взрыв. Но очередь остается на месте. Двухлитровые больше никаких. Мы вам сейчас дадим канистры. У нас есть. С источника. Не кипятить ничего не надо. Полностью пригоден для того, чтобы... Сколько у людей посуды, столько и наливаем. Это один из пунктов гуманитарной раздачи воды в центре Авдеевки. Главное, чтобы не стрелять. Направ вчера, сегодня пить на две семьи. На соседней улице ликвидируют последствия попадания снаряда в общежитие. В службе города помогаю, стараюсь. А фанеры будем забивать пока. А уже если стеклопакеты, тогда надо оформлять помощь, там, каритаси или... Жить нереально ближайшие. Пока не сделают стенки и все берки будет. Вся техника, вся мебель, все. Ничего, ничего живого нет. Удивительно, как еще потолок не пробило. А остальное, в общем, жить тем не сможет. Жителям здесь повезло. Не сработал заряд 125-мм вражеского танкового снаряда. Невероятно, используются снаряды, которые выпущены в Радянском Союзе еще давным-давно. На счастье, вчера также был схожий прилет в один из домов. Там снаряд взагаля не расколот, не развивался. Он целый пробил, просто наскверх пробил дом. И, ну, это, звичайно, диво, что никто не постраждал. Погано то, что, на самом деле, стреляли целоспрямованно по житловым объектам. Потому что на 9-й поверхности, которая, в принципе, наиболее принимала ударов, на самом деле был замечен беспилотник, который, на самом деле, коррегировал эти все вещи. И, в основном, это значит, что залякать, это значит, что, в принципе, тиснуть на людей. Глава области обещает быстро получить средства на ремонт зданий и улиц. Но режим тишины наемники пока не соблюдают. Группа ремонтников не смогла выехать на поврежденную боевиками фильтровальную станцию. Поврежден хлоропровод. Вытекло 2,5 тонны жидкости. На жаль, сегодня, в принципе, с ранку режима тишины не было. И обосе повернуло назад бригаду, которая была отремонтировать. В субботу с ранку будет подача, люди наберут. Дай бог, еще и в неделю подамо. Жертв, к счастью, нет. Но повреждено более 10 зданий в городе. Прилетело в жилой сектор до 30 вражеских снарядов. В основном танковых. В частности, в школу номер 7 и детсад «Малятко». Во время вчерашнего обстрела наемников там находилось два дошкольника. Директор собирается в комнатах снова развешивать украинские флажки. Это детячек уточки украинские. Рядок наводят, стекла убрали. Понедельник. Завтра выходят. Думаете, сюда придут все-таки детки, да? Конечно, будем. Будем надеяться. Геннадий Вивденко, Богдан Савруцкий и Игорь Щепет. Подробности телеканал Интер из Донецкой области. Продолжаем подробности. Вот что узнаете далее. Дело врачей-садистов. В Сумах арестовали главврача психбольницы. Обвинение, пытки пациентов. Трещит по швам? Разведка США предсказывает крах еврозоны. Кто готовится на выход? Во время обысков мэрии Кривого Рога никаких доказательств, коррупционных действий или нарушений выявлено не было. Об этом заявили юристы мэрии. Напомню, вчера в здание вошли вооруженные люди и потребовали, чтобы чиновники покинули свои кабинеты. Это касалось сотрудников управления жилищного хозяйства и капстроительства. После этого представители фискальной службы и прокуратуры провели обыски. Но ничего сенсационного не обнаружили. Впрочем, подобное действие с целью надавить на городскую власть разыгрывается уже не в первый раз, утверждает юрист мэрии. Вчера в Криворожском городском совете были настоящие маски-шоу. Вооруженные люди практически на целый день заблокировали работу органа местного самоуправления. Как они сами нам неофициально признались, они шли на удачу в надежде найти хоть что-нибудь. Но ничего таки не смогли найти. Этой чистой воды политика это дело рассыпется и лопнет, как мыльный пузырь. Уволенные руководительницы Ахтырской психиатрической больницы в Сумской области сегодня избрали меру пресечения. Лилию неофитную заключили под стражу на два месяца без права внесения залога. За какие зверства судят главврача, смотрите в нашем сюжете. Попасть в психиатрическую клинику в селе Кудрявцево Ахтырского района на Сумщине сейчас практически невозможно. Разрешение на посещение просто не дают. Не смог попасть туда и волонтер Сумской общественной организации Павел Борисов. Когда с ним анонимно связались сотрудники клиники, стало ясно, учреждению есть что скрывать. Фото помещений больницы, которые ему прислали, больше напоминали концлагерь. Почали мне работники скидывать фотографии этого заклада, там такие места, где нужно было бы обратить внимание, его отремонтировать или улучшить. И так же начали анонимно писать работники про изнущение и катывание пациентов. То, что писали Павлу, больше напоминало хроники пыточной камеры. Фото этой переписки активист выложил в сеть. Санитары и врачи описывали, как некоторые из них коллеги избивали больных до кровоизлияния и переломов. Применяли и изощренные психологические пытки. Там были певные прозвища, имена, потерпелых называли. И не звертать на это увагу, я считаю, прокуратура не могла. И насколько я знаю, они знали этих людей, которые писали мне анонимно. То есть они дали свечения. Показаний хватило для того, чтобы Лилию Неофитную вначале сняли с должности, а после и вовсе возбудили против нее уголовное дело. В прокуратуре провели эксгумацию тел восьми умерших за последние месяцы пациентов. Оказалось, что причина смерти вовсе не естественные причины, как указывалось в медзаключениях. Экспертиза уже подтвердила, люди умерли от двустороннего воспаления легких и побоев. Взагалі п'ятеро помирають від пневмонії і її ускладнений. На сьогодні по трьох із цих людей є висновки комісійних судово-медичних експертиз про те, що тривалое перебування в холоді, поряд із неналежним лікуванням, несвоєчасним діагностуванням захворювання, перебуває у причинному зв'язку з захворюванням, його тяжким перебігом і смертью пацієнта. Сьогодні в Сумах аргументи прокуратури висловив і суд. Вітає, Лилі і Неофітнай збрали саму строгу меру пресечення. Впрочім, адвокати Неофітнаю вже готовять апелляцію. Суманія фітнає депутат Ахтырського горсовета от Батьківщини і постоянно заявляє о том, що дело проти неї заказали політичні оппоненти. В случае, якщо її вину докажуть, їй грозить до восьми лет тюрмі. Елена Митязова, Александр Пантелеймонов і Максим Чеблин. Подробності, телеканал Інтер. Народний депутат Сергій Каплин требує, щоб СБУ допросило Авакова по делу о поджогі здания редакції подробностей. Напомню, 4 сентября прошлого року здания ворвались неизвестные в масках і подожгли офіс ізнутри, заблокировав выход. В жизни более 50 сотрудників редакції оказались под угрозою. Нашим колегам пришлось эвакуироваться на крышу, откуда їх снимали спасатели. Несколько человек пострадали. Полиция задержала часть нападавших, но практически сразу всех отпустили. Видеозаписи с камер наблюдения позволяют идентифицировать поджигателей и тех, кто ими руководил. Но, несмотря на то, что в СБУ нападение и поджог здания редакции квалифицировали как теракт, вот уже полгода следствие так и не сдвинулось с мертвой точки. Сегодня нардеп Каплин опубликовал на своей странице в Фейсбуке ответы из СБУ на свой депутатский запрос. Ему сообщили, что допрошено 100 человек. Ну вот ключевые фигуранты и, возможно, заказчики теракта Аваков и его советник Илья Кива так и не встретились со следователями, пишет в соцсети Каплин. Они имели планы узурпации влады в государстве. Мы требуем от СБУ Украины, от Генеральной прокуратуры, от Министерства внутренних прав, пришвидшить расследование этой резонансной справы. У еврозоны дела обстоят не лучшим образом, если верить американским разведчикам. Согласно отчету частной американской аналитической компании Stratford, первыми покинуть еврозону могут Италия и Греция. За ними не исключено и более экономически устойчивые государства, например, Нидерланды. По крайней мере, по данным исследования, в стране тюльпанов уже просчитывают риски возможного выхода из Евросоюза. Ну а возможен ли раскол Великобритании после Брекзита? Шотландия угрожает новым референдумом по независимости. Лондон отчитывает националистов за политические игры в непростое для королевства время. Какие аргументы использовала британский премьер, агитируя за сохранение единой страны? И кому досталось больше всего критики от Терезы Май? Подробнее наш Сапкор в Лондоне. Светлана Чернецкая. Не Брекзитом единым. Развод с Евросоюзом может обернуться и разрывом с Шотландией. В то время как в Лондоне готовятся к сложнейшим переговорам в истории по выходу из ЕС, Ваденбурге не скрывают подготовку к новому референдуму по выходу из Великобритании. Премьер Тереза Мэй в Шотландии выступила перед местными консерваторами. Вся ее речь сводится к одному. Она не допустит раскола страны. Сохранение Шотландии в составе Соединенного Королевства является ее личным приоритетом. Шотландская национальная партия сосредоточена на одной единственной вещи – независимости. Они думают, что политика – это игра. Но это не так. И люди в Шотландии заслуживают власть, которая сосредоточится на их приоритетах – образовании, медицине, экономике. В адрес местных националистов премьер критики не жалела. Обвинила их в одержимости независимостью. Ведь реальных экономических оснований для ухода Шотландии из Великобритании, по мнению Мэй, не существует. Тем не менее, как только Лондон официально запустит процедуру Брекзита, Эдинбург попытается заявить о новом референдуме, уже о своей независимости. Правда, большой вопрос, согласится ли Тереза Мэй с проведением очередного голосования. Оно может состояться только с согласия правительства. А там скажут, что три года назад шотландцы уже высказались по этому поводу и решили остаться в составе королевства. Правда, сейчас существенно изменились условия. Великобритания выходит из Евросоюза, а Шотландия во время референдума по Брекзиту проголосовала за то, чтобы остаться в ЕС. 62% против 38%. В общем, какой бы убедительной не была речь премьера, правительство Шотландии сформировано шотландской национальной партией, и она так просто не отступит от намерения добиться независимости. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Ну что ж, с подробностями мы с вами разобрались. Сейчас в информационном вечере небольшая пауза, после которой встречаемся в студии ток-шоу «Черное зеркало». Напоминаю, сегодня у нас непростой гость, от которого мы хотим услышать ответы на очень острые вопросы. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Будет интересно, присоединяйтесь. Те, кто просто дурачок. Те, кто просто дурачок. Кому вы читаете? Те, кто просто дурачок.